Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел следующий вопрос. Как угнаться за современными технологиями и стоит ли? Стоит ли идти в ногу со временем? Вопрос тылона Маска, я так понимаю. Потому что если ты не производишь современные технологии, то куда за ними гнаться-то? Пользоваться, наверное, стоит ли тем, что предлагает нам современный мир. Ну а что нам такого плохого предлагает? Компьютеры, планшеты, умные часы, какие-нибудь умные очки со временем появятся. В чем проблема-то? Есть проблема зависимости, допустим, от игр, которые практически не лечатся. И с каждым годом она становится все тяжелее и младше. Но если ты пользуешься достижениями современной цивилизации и думаешь, что они приближают этим приходом Антихриста, то расслабьтесь, не приближайте. Можно обыкновенным топором рубить дрова, а можно рубить головы старушек-процентщиц. Можно с помощью компьютера уйти в виртуальный мир и забросить все, учебу, семью. К сожалению, достаточно много молодых людей, которые уходят в виртуальный мир, лишь только переступив порог дома. И вроде бы и есть муж, а вроде бы и нет. У тебя есть какое-то теплое пятно, сидящее в кресле с продвинутыми танчиками. Это проблема. Но если ты работаешь с помощью компьютера, то что значит, стоит ли идти в ногу со временем? Ну, можешь на счетах считать. Приходишь в бухгалтерию. Здравствуйте, можно я тут? Хочу у вас работать. Ну, 1С я не принимаю. Компьютеры не пользуюсь. Счеты лучше всего. Ну, вряд ли ты найдешь работу. А потом пользуйтесь всем тем, что мир нам предлагает. Можно еще увидеть, конечно, опасность в всеобщей глобализации. И не так страшна, собственно, эта глобализация. И все больше и больше сведения всего документа оборота к электронным взаимоотношениям государства и человека, как то, что то здесь, то там мы слышим, как взламываются все самые продвинутые сервера, как в сеть утекают данные миллионов пользователей. И есть ли гарантия, что твое государство, собрав информацию о всех вас в электронных носителях, сможет уберечься от кибератак других дружественных, в кавычках, государств. И очень, или хотя бы просто, как говорится, хакеров, которые с удовольствием будут иметь информацию о каждом из вас. Вот это, в этом есть опасность. Да, в этом есть. Но это не значит, что теперь надо выкинуть проездной билет, смартфон и ходить с Nokia 3310, если найдете где-нибудь ее в хорошем состоянии и с неубитым аккумулятором. Так что пользуйтесь, друзья мои, всем тем, что предлагает современный мир, но не будьте порабощены этим и не сильно, как говорится, заморачивайтесь вопросами глобализационными. Хочешь не хочешь, нам все равно придется быть в этой системе, в леса нам не убежать, в землянки не закопаться, телефоны, к сожалению, будут о нас с каждым годом знать все больше и больше и предоставлять кому-то там информацию о нас все чаще, глубже и интереснее. Об этом уже долго говорить, о том, как, допустим, корпорация Apple собирается вычислять, нет ли на твоих телефонах порочащих твой честь и достоинство фотографий, не стоит ли, не надо ли я тебе доложить, куда надо, вполне возможно, эти технологии существуют давно и о нас все знают все. Но это не повод, повторюсь, уходить в пустыню и прекратить пользоваться благами мира сего. ничем хорошим это не окончится. Будьте добры, будьте милосердны, будьте праведны. Живите так, чтобы никому не надо было специально там выискивать вас, смотреть, за что бы вас там засудить. Будьте праведны и не будьте ничего бояться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok